Сахалин замерзает тогда, когда Shell и другие компании вывозят с Сахалина. Русскую нефть везут её по всему миру, а с Сахалин замерзает. Но мы, Россия, должны американцам, которые вывозят нашу нефть по соглашению о разделе продукции, ещё и заплатить миллионы долларов. Мы сейчас ничего не получаем, хотя нефть уже добывается несколько лет. А если они увеличат свои расходы, мы ещё 10 лет вперёд не будем ничего получать. Наш бюджет увеличился за счёт его ликвидации по четыре раза. Бюджет страны? Да, только за счёт того, что мы ликвидировали соглашение о разделе продукции. В три-четыре раза. В итоге закон о разделе продукции – это прям показательная дань Америки. И эту дань Россия выплачивала благодаря партии КПРФ. Вы просто вдумайтесь и прочувствуйте, насколько лицемерна и гнилая эта партия. И по каждому месторождению КПРФ голосовала «за». То есть отдавали месторождение Западу. И вот, например, на Сахалине до сих пор нефть качает по этому закону компания «Эксонмобил», которая Великую Отечественную войну заправляла Гитлера топливом. Вот настоящие коммунисты. С приходом Путина под предлогом экологических проблем были возвращены практически все месторождения России, кроме Сахалинских. Также, когда Путин пытался ввести налог на добычу природных богатств России, то есть на компании олигархов и американцев, КПРФ голосовали против этого и выступали в защиту олигархов. 2003 год. Принимается закон. Этот закон решал вопрос судьбоносный для нашей страны. На тот период времени у нас практически все нефтяные компании были частными, и «Газпром» был у государства, по-видимому, менее чем на 30%. Около 30, да. Стоимость стала расти нефтегаза. У нас бюджет минимальный, долговые обязательства. Только-только начали платить зарплату. Президент выходит в Государственную Думу с предложением увязать вывозные таможенные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых к цене на нефть. Цена растет, налоги растут. Цена снижается, налоги снижают. В этом судьбоносном решении КПРФ и другие партии пошли на сделку с олигархами. Даже мы знаем фамилию этого олигарха. И не поддержали это решение. И только в 2004 году, когда сформировалось большинство... Продолжение следует...